Так, снова всем привет! Мы продолжаем играть в Pillars of Eternity. Говорю, сразу я записываю несколько серий к ряду, потому что меня прёт. В общем, играем дальше. Играем дальше. Так, разведка. Где? Кто? Костяной паучок. Ну, в принципе, в принципе... Костяной паучок мне уже не паучок. Ой. Молодой костяной паучок. А тут ещё какой? Пиковый паук? Не-е-е, слишком вас там много нашарилось. А ну-ка, давай-ка. Плясать, выходи. Сейчас мы вам объясним. Здесь опять не во что не ударится. Как в прошлый раз. Лава карма харабе харабе. Та что ты будешь делать, ну? Обо что он ударился? Вот обо что он ударился? Вот мне просто интересно. Об какую хрень... Бьёт самое заклинание. Мне просто, ну вот, очень интересно. Конечно. Сейчас тоже будет та же самая фигня. Лава карма харабе харабе. Лава карма харабе. Неужели мой шарик такой большой? Чё по нулям? Так, а ну-ка, давай сразу их привлеки на себя. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. И вот обязательно вот... Как только вот это придёт. О, тоже перехвати её на себя, пожалуйста. О, тут кого-то бабахнул. Видимо, этого паука. Автопауза персонажа. Атаковали норда. Там вся фигня. Ну давайте Больших мочить Ого, да там смотрите Какой бабах получился Ничего себе Так, тут нужна магия, я чувствую Создает поле Разжигать любых носителей По близости носителей Давай вот этих сжигай А эти, эти, эти Свиток, пускай будет свитком Давайте свитками Пользоваться Больше и чаще молодой По укорнению О, хорошо Хорошо пошло Мне нравится Все-таки клирик Это круто Клирик против зла, это круто Ой, уровень Ура Ура Механика, блин Всего ничего И сколько ты можешь? Пять А у меня А у меня сколько сейчас максималочка У других Четыре Один Один Ну тут понятно Два Ноль Один Ладно Механика Так, механика Знал бы я раньше Так, калечащий удар Безрассудственное Нападение Это чего? А где вступает бой? Не задумываясь Снижая свое отклонение Но увеличивает точность И урон оружия Отклонение Минус восемь Точность В восемь Урон в ближнем В ближнем А я с луком бегаю Не катит Калечащий удар Цель Хромота На один Секунда Стойкость Полная атака Плюс урон Полную Либо основную Ата Подождите То есть Что вы хотите сказать? Что у вас здесь Есть еще и понятие Разных Действий Для многих способностей Указывается Что для их использования Нужно выполнить Полную Либо основную Атаку Такие способности Создают воздействие Посредством атаки Всем используемым оружием Полной атакой Или основным оружием Используемый оружием Основная атака При этом действуют Не первоначальные Характеристики оружия Такие как урон И прочие воздействия О господи Да Две За бой Можно Калечащий удар То есть в принципе Можно из лука Притормаживать Особо ретивых Обычно Атака Наносит Критический урон Плюс 10 Ну Непонятно Пока С критическим Бегство Защита От втягивания В бой Нога То есть Меня не смогут Ну Лучший Калечащий удар Я думаю Все И весь уровень Быстро Быстро Паучьи лапки Нам нужны Как оказалось Там делают Хорошие Из них Магические Штуковины Так Что мы здесь Что мы здесь Что мы здесь Паучьи лапки Это мы сюда Пробили Здесь Бабах был А Наверное Лампы Горящие Вот эти Жахнули Слушайте Прикольно Вон паучок И вот Эта лампа Погасла Смотрите А горела Или не горела Или это Мне кажется Тогда Откуда Свет Так Что Ничего Нет Почему Мне интересно Он жмется Все время Странный Он Хорошо Давайте Сделаем Вот так Так Тебе Легче Будет Паучок Не Тебе По барабану Ты все равно Жмешь Задник Почему Ты должен Здесь Стоять Не Блин Че за Фигня Хорошо ICF Центр Поставлю Официально Вот Ты Прилипала Ну ты Посмотри Хорошо Меняемся Местами О Заработало Так Как его Отсюда Убить Ой Тут еще Один Есть Ой Не Один Ну Давай Мочи Ой Тихо Проворонил Почесаться Решил И все И так Можно было Умереть Так Еще Один Предлагаю Что нибудь Тяжелое Запустить Так Для Разнообразия Сейчас Обязательно Во что нибудь Ударишься Раз ты Ни фига Не видишь Так Подождите А ну Станьте-ка Все в этот В режим Невидимости Мужах Да Ёлки Ты Палки Короче Заклинание Для профессионалов Бильярда Куда Вы ломанулись Алло А луки Вам Для чего По-моему Это бах С этими Пауками Эти Пауки По-моему Пожестче Да Надо Помочь Надо Помочь Да А тут Калечишь И удар Давайте попробуем Ох ты Красавчик Отлично Молодцы Восстанавливаемся Быстренько Новые Расскажи мне о приказах Расскажи мне о приказах Не забывай Короче Бла-бла-бла Вперед К победе Ух ты Ух ты Ух ты Открыли Ух ты Открыли Ух ты Ролик По диагонали, только можно было избавиться от чужаков. Все, в принципе, пришли за мной что-то нужно. Мне кажется, потерял рассудок. Хочется сказать, что это помнишь свои прошлые жизни. Ага. Короче, понятно, я помню все свои жизни. Ну, то есть не я, а он. Ну, и Хранитель, типа. Почему прошлые жизни оставят тебя в покое? Спать Хранитель нельзя. Войны, поселы, войны, камни, деревья, война, деревья. А, да так, так, так. Ага, то есть в нем одна жизнь, типа, добрая, но другого, типа, там, какое-то исчадие, который, там, кого-то резал, убивал. Где-то я на злоба, то вот это не растерзал, не веришься на зло. Он просто, как там его, суждено об этом узнать. Как можно течить призрака от воспоминаний, став Хранителем свежеподобные, да? Ага, понятно. То есть, короче, меня, если что, тоже ждет такая судьба психа. Эх, если я пробужден в прошлой жизни, как это могло произойти? Так, была бы должность избавиться от этих воспоминаний. Просто воспоминай, кто взял и вспомнил. Что там, свинцовый ключ какой-то. Другая какая-то. Королева Кайтова и Дика. Богиня, разбитая короной, слевшая, если свинцовый ключ. Прошу прощения. Свинцового ключа, сладких-сладких снов, слушай, стой. Пум-пум-пум. Ой, блин. Ветряной Блайт. От огня. Огненный Блайт защищен от огня. Ветряной непонятно. Ёлки-палки. Где моя защита? Вот моя защита на втором ряду. Блин. Этот сюда. Это в сторону. Этот сразу бей. Калечь. Калечить. Бить. Так, тут одно заклинание осталось. А, еще боя нет. Вот есть уже бой. Все, спокуха. Вычет урона нам нужен, да. Так, вот этот. Роняй бегом вот этого. Ты быстренько нейтрализуй мага. Ты тоже мага нейтрализу... У тебя одно заклинание осталось. Ёлки-палки. Вот так сюда пускай. Блин, огонь нет стоять. Отмена. Тут огненный. Бесполезно. Давай вот так магией. Ты стреляй в мага. Ты понятно. Ты в этого уже стрельнул? Нет, еще не стрельнул. Или уже стрельнул? Давай ослепи мага. Вот, а вот теперь... А, надо было этих звезды пускать. А ну давай мага вали. Так, ты завалил одного и завали второго. А ты еще раз мага. Так, ты вражин разгоняй. Ты стреляешь туда. Ты в кого стреляешь? В этого тоже хорошо. Давай пока в этого стрельнем. Не. Вот в этом. Куда ты побежал? Вали. Оп, раз, раз, раз. Отлично. Все, теперь все валим магу. Духовный щит на 46. Ошеломление на 0.4. Давай его магии придавим. Слясика. Он там сейчас что-то... На нас еще и напустит? А ну-ка гримуаром его. Тут все? Давай последний свиток. На такого гада не жалко. О, что у нас тут есть? Вызывает разрушительный взрыв, который глушает отбрасывать врагов в области действия. Распеть три фразы, призывать трех скелетов сражаться на стороне... Ага, ему сначала надо напеть вот этих штуковин. А потом... Получается доступна магия. То есть это в длительных боях... Ой-ой-ой-ой-ой. В длительных боях... Черт, он нас уронил. И уронил нас хорошо. Еще на нем этот доспех. А у меня... А я с магами еще не... Ой-ой-ой-ой-ой. Я с магами еще не сражался, и у меня... Нету ничего, чтобы... Ага, вот этот есть еще живой. Фух. А ну-ка урони его. Чтобы он, дурак, ничем не делал. А, и я еще живая. Ура! Все, так. Сейчас ты у меня отгребешь по полной, дядя. Опять рука заклинания у тебя. Хорошо. Раз ты такой вредный, на тебе второго уровня магию. Главное, чтобы он этих не прижал больше, чем надо. Тогда этот убегай сюда. Стреляй вот так, ты отсюда. А я сейчас оттуда смахну. Единица всего. Ну, блин, духовный щит на нем этот. Крутое заклинание, оказывается, духовный щит. Духовный щит. Вообще никогда. Все, валил, нет? Да, блин, нифига себе. Я с краю стоял в таком, и он меня завалил таки. Аденыш. А ну-ка, мы сейчас скелетов на тебя. Ох, ничего себе, пачка скелетов. А ну, ребята, вломите ему. Вломите этому дяде. А, ес, ес. Блин, конечно, он меня потрепал. Круто. Укрепить в вашем воображении. Связь представляет изношенной веревкой. Призрачной, одновременно реальной. Ее потвердые концы всплеваются, как щупальца медузы. Вы понимаете, что со светочностью вы можете управлять ее прядями. Веревку держит душу Мервальда вечным смотрителем в этом мире. Перерезать веревку, позволив меру донести покой. Использовать веревки, чтобы питать весь боевой, выковой опыт от душевных оков. О, на что это влияет? Давайте пусть обретет покой. Пусть обретет всегда возле королевы. Новое задание. О, зато уровень выгреб на Виконию. И это есть хорошо. Третий уровень священника. Пусть она делает. Атлетика 90. Выживание. Нет скрытность. Пускай двоечка у нее будет. Знание у нее и так шестерочка. Семерочка. Механика не нужна. И давайте выживание. Плюс. Или не надо. Пусть знание будет профильное. Так. О, классовые способности открытые. Освещенная земля. Божественная метка. Священная мощь. Культовая пара. У-у-у. У-у-у-у. Круто, конечно. Но сколько заклинаний я могу хоть использовать за раз? Два первого. А, и два второго. То есть это во второй уровень вынесли. Ну что, круто. Обморожение и возвращает. Ну, нормально. В принципе, будем изучать. Будем пользоваться. Так, это что у гримуар Мервальда? Это магическая книжка. Тут что-то должно быть хорошее. Первобытный ветер. Ветер, ветер, первобыт. Так. Ой, не туда. Гримуар. Опа. У него есть что? Третий огненный шар. Ой, слушайте. Так, я себе поменяю такой. А в моем что? А в моем и так все одинаковое. Вот. Надо было блинкать. Вот я помню, что я ее учил. Видите? Не зря я ее учил. Это гримуар Драгоны. А в этом я еще могу второго уровня выучить вот это заклинание. Вот. Пику. Вот это что? Разъедает на резюме, выключается выносливость для заклинателя. Ага. То есть он впитывает, нанося разъедающие уроны, превращая его в выносливость для заклинания. То есть, но оно записано. Вот я смотрю на плюсики. Что это? За 200 монет выучить заклинание. То есть, если у меня есть гримуар, я могу использовать. А если гримуара нету, то я использовать не могу. Но самое главное то, что здесь есть огненный шар. Настоящий. Не катящееся пламя, а огненный шар. Огненная вот эта фигня. Я которую взял профит. Так. Духовный щит крут. Реально вычет урона 3. Концентрация 30 на 65 секунд. Это хорошо было. Это у меня есть стрела. Призрачные лезвия не надо. Что вот это? Холодный туман. Ослепительно белый ледяной туман. Вызывает ослепление. Несет постепенный ледяной урон всем в области. 11.17. 4 секунды. Стойкость. Точность на 10. Блин. Такие заклинания хорошие у него. А у меня тут малые стрелы. Минолеты. Ну пускай будут у этого. Ладно. Но вот этот гримуар мне нравится. Еще мне нравится то, что можно заклинания перекладывать. Что у нас тут есть хоть еще интересно? Так, хорошо. Ты найдешь что-нибудь запертое? Нет? А, ну просто... Просто запертое. Хорошо. Так, что мне теперь? Назад получается. Ну, да. Денег немного. Теперь получается назад. Какие-то подземелья я пока не хочу. Не хочу. Не хочу. Не знаю там, что у нас будет дальше, но возвращаемся сейчас назад. Так, конечно, здесь потрепалось нас круто. Я почувствовал вход Мирвальда. Вы убили его. Ну, 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 его было несколько. Однако глубиннейшая радость, чтобы больше не было призвать во мраке. У нас следует разрешение прикинуть на грехность, несомнительно. Скажет мне твоя непокорность искать королеву. Бухта непокорности. Это город, по-моему, большой этот. Как мне восстановить барбекон? О, мне сейчас замок дадут. Круто. За бесконечные пути. Глубины. Я хозяйка. Вау, крепость. Крепость. Только, блин. Восточный барбекон. Это то, что мне надо. Купить. Бесплатно она сказала. Остальные будут цитадель 1400-1600. После улучшения цитадели будет отремонтирован большой зал. В нем могут вы и ваши спутники принимать посетили. А также доступ приключения. О, приключения. Что за приключения? Смотрите, тут денег, я смотрю, надо. Казармы, подземелья, торговая лавка, оружейка, редкости, мастерская, капелла, форум, тренировочная площадка, бассейн, лабиринт. Ого, где же мне столько денег-то взять на это все? Цитадель. Три дня 1400. Купить, строиться. 275. Эх, оббирают меня. До нитки. Так, ладно. На этом все. Будем отдыхать. Ну вот, здравствуйте. Еще и нельзя здесь строить привал ко всему же. В своем замке и привал нельзя устроить. В общем, дальше будем двигаться через вот эти восточные ворота. Три дня надо еще подождать, пока это все восстановится. И будем продолжать. Спасибо, что смотрели. С вами был GameDragon и Pillars of Eternity. Надеюсь, вам и так же дальше продолжает нравиться прохождение этой замечательной игры. Всем пока-пока.